разрушил и убил дракона ну чё тут уже зачем упираться то и предал смерти жрецов и придя к царю сказали предай нам до него и дальше то что он начал читать ну разрушил вилла тогда бы разрушил дракона нет он разрушил вилла и убил дракона они сказали Игорь их слова зачем ты думаешь за основание как они привыкли они считают они прямо обращались как православные меня спасла икона да она же живая икона она явилась явление икона она по воздуху прошла православные тут сама понимают она живая икона они просто понимают что икона изображение первообразу никто этих слов не знает все знают икона Казанская там Тихвинская они именно иконе молятся и мы молились не перед иконой а иконе и поклоняются иконе целуют икону и думают там а зачем тебе какая разница Благородица одна Казанская Тихвинская ты поклонился и все нет это другой праздник другой день это живая икона я тогда тогда я дальше в защиту свою расскажу тогда один случай который уже ну и стопроцентные истории чукотские стопроцентные истории чукчи есть морские прибрежные есть оленеводы они живут глубже в материке и вот их легенда гласит следующее жил один чукча очень там сильный там он у них был так далее хорошо там все но и ум у него был очень очень острый и вот один раз он был на охоте и случилось так что у него там все оружие посломалось и в этот момент вышел огромный белый медведь и на него набросился на этого чукча но у него с собой были шарики с жиром и с китовым усом и он эти шарики начал бросать в пасть медведю ну так и перед медведем медведь начал собирать и и дать их жир таял у него в животе этот уз распрямлялся это как такой уз как такие как эти костяные такие и он распрямился в животе и начал колоть и медведь сам себе вспорол брюхо и он еще приволок этого целого медведя и все вокруг обрадовались а и вот это вот когда я читал вот это вот про дракона я уже знал ли кем-то об этом чукчи и поэтому меня вот это сильно удивило думаю надо же как или чукчи взяли это откуда-то или же просто это ну как какое-то было действенное оружие против вот этих вот зверюганов больших 5 марта жития святого конана его мало кто знает жития не имеет аналога больше никакого у него работников было сколько все бесы бесы работали огород пололи воду таскали дрова и прислушивались а под кгбшенька кто плохо прописали нас каждый против конуна кто-то говорил они убили хватали ему тащили она же при все разбойники его связали они его развязали разбойников поймали топится печь они в печь начали бесы бесы делали понимаете это не все когда считаешь про него где удаешься вот там один проходит там эта пещера и весь народ идет вокруг озера туда он готовит я приду а сам по воздуху его господь туда перенес и они ходили на поклонение идолу который был в пещере и они его считали живым идол обыкновенный виду там из дерева не вытесали там чулки сделали и он говорит вы верите что он живой он живой и так я тебе говорю выйди и он купал и стал катиться живой но это дерево и когда на улицу на расселся ничего нет на конана это убить его для нашего 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 бога убил бог вся страна поклонялась ему поэтому это их мнение они об этом говорили живые боги сошли к нам павел говорил первый это герми а другого значит варнабо пусть зевсом будет то есть они уже распределяли они знали из истории применяли но есть же и про драконов конкретно говорится в библии возьмем георгия победоносца но это уж такой персонаж который с песни не выкинешь ну да и этот дракон то был которого он все нарисует убил да георгий в жизни этого не было никогда он был в гвардии царя 4 как маленький это в видении в видении монаха и на самом деле было не монаха по моему это большая разница монах там видел в видении а не в тонком сне тонкий сон такой в жизни георгия этого не было это был гвардейцу императора декретиана это понятно он обратился 20 и дальше как он свидетель солобой как обратилась его дружина их виду там еще другие обратились как его уговаривали уже не говорили про жития святых все равно говорим и гладенович это вы понятно георгия это ниже в житиях его не это жития послесловие да кто-то видел во сне вот и сейчас спроси кто вас не видел видели как пришел сталин и помог умолить сталин помог явился быть нас вызвал из плена еще теперь будем подождите стоп стоп его-то видели а дракон там был настоящий вы-то про дракона пока беречь идем они про георгия победоносца дракона сли был он пожирал всех это первое во всех житиях они при нем не понимал императора или кто-то и каждый год они ему вышел красавицу там он не разбирал царская дочь и вещей наконец царскую дочь принесли и в это время уже введение так было он стоял и он вот оборот разденул добросал перед ним нет конечно это статуи которые они считали живой а вот такой памятник аполону был я беру из златоуста и этот аполлон всегда прислушивался когда его просили что-то сказать будущее и прочее мотив и он говорит про это и вдруг он перестал приходит жрец и спрашивает он не отвечает а почему не отвечаешь не знаю а я на то я знаю вы от императора юлиана какой последний приказ слышали но сказала ты на этом месте будем строить там что-то там дворец какой-то мертвых надо отсюда раскопать на кладбище ну правильно было а когда он прекратил копать могилы ну вот на этой лужайке а кто-то последний был не знаем на кого-то вавилу похоронили епископа и его тело мощи его закрыли уста этого полона не может говорить то и пиратом под видом того что как убрать одного не вешал подряд убирал а те покойники не причем это для для виду убрали как только этого убрали он заговорил влияние из могилы святого идет и он закрыл уста а он им отвечал оракулы слушали прямо глядят на него он говорит как это живой к живой а на самом деле еще нет это сатана показал дьявол а сама конструкция разрушалась вот он может они написано зажег бросил туда внутрь ему зарел и все давайте еще в библии придем вот видите и говорит он так все-таки надо разобрать же библию но ты царь дай мне позволение и я умер в шлю дракона а лучше не сказал разрушу дракона а умер шлю ну чё теперь даниил ему подыгрывает что ли ну да игорь посмотри любые астрономы говорят восход и заход солнца да нет восхода и захода есть поворот земли почему все так привыкли к этому прямо даже сегодняшние астрономы сегодняшние все люди и понимают восход и заход нет восхода солнца нету его она не восходит заходит земля поворачивается давайте пользоваться этим терминологией никто не поймет и поэтому он говорит он считает его заживого и царь так говорит неужели считаешь давай я его умер шлю он и к нему и не сходит что этот идол он ничего не значит он не живой я его умер шлю то есть разрушу да нету тут разрушу как раз как раз разрушу умер шлю вот они пояснения я не говорю что он говорит я боюсь понять что именно ну короче давайте я на ничью согласен а вы там уже как смотрите но вы не победили и победил нас долине драконов там такое место есть 40 какой-то псалом что за долина драконов ну где-то открой покажи конкретно открыли покажи где когда дома найдешь и тогда придешь на следующий занятий пока нету что нет да сказали что есть драконы живые есть мы ребенка ответили мы сейчас разбираем живое слово есть о чем надо говорит давид надо понимать о чем говорит кого он драконами называет там где жили недобрые люди гонители их но не всех называют драконами но вот сегодня читали и сделал нас позорище перед человеком и ангелами как это так мы сделали с позорище мы сегодняшнее апостольское чтение читали каких ангелов я с кого не спрашиваю не знаю какой для ангелов мы наоборот являемся приятными а почему мы позорище для них сделались это единственное место в библии который говорит что человек правит и делается позорище для ангелов ну и кто таки вот и все как бы не златоузок и я бы не сказал ничего он говорит ангелами это люди которые как бы ангельский образ жизни ведут пошли ангелы перед тобой он креститель как ангелами приняли как ангела павел говорит галатами читали приняли как ангела как самого христа это мы сделаем позорище вот когда так делаем для тех которые славе живут для епископа то кто такой да чем тут говорит как он живет бомж настоящий оборвот православным нельзя этого говорить православие всегда про прославлялась и бедность убожество воды